Черная жемчужина. Вот она. Доброволец. Когда Герат путешествовал по солнечным, но разоренным войной землям возле Оксенфурта, тонкий его слух уловил странный звук нечто среднее между пиздарным пенем и чайным теленка. Не стролим ли это задание, доброволец? Как раз нужен был вроде. Я хотел его пощадить. Знаете, когда человек плохой, но он не проявляет агрессию, он не собирался на нас нападать первым. Кажется, как будто ты убиваешь беззащитного. Конечно, ведьмак, и он просто так бы не дался и не дался. То есть бился с нами. Выглядит так, как будто мы беззащитного. Для воина это хуже всего. Поднять руку на беззащитного. А тот, у кого в руках меч, кажется, что вроде снимается некая ответственность за себя, за то, что ты принимаешь выбор убить какого-то врага или из-за каких-то поступков к созданию человека, да, как получается. Но зная то, что этот человек не очень хороший, вроде пытаешься облегчить муки совести, но получается, что я пошла не путем своей души. И какой я делаю вывод? Я сбилась сейчас с точного настроя, какой я хочу делать выбор. Я не люблю, когда так происходит. Кто-нибудь из вас помиловал этого Тайлера? Как вам после этого ощущалось? Вы посчитаете, что вы сделали правильно, Эргар? Мне нужно обсудить эту тему. Кстати, у него эликсир очищения и еще один есть. А куда мой делся? А вот здесь. То есть, если что, я могу сюда вернуться и купить. Галамария. А круги где походить? Недалеко от Оксенфорта. Значит, так и есть это задание с троллем. Сейчас так и сделаем. И заодно можно пройтись. Может, местность зачистить. Я как-то все это чувствую не очень. Чересчур близко к сердцу, я понимаю. Дело не в том, что я в этот раз и в другой могу даже не сомневаться и секунды. Просто в этом случае я послушала не свое сердце, а... Дала право выбора Ламберту. Он не хотел ни о чем думать. Его не интересовало ничего, кроме... Он даже слушать ничего, в принципе, не хотел бы, ничего не интересовало. Даже если бы действительно это был хороший человек. Вот что меня смущает. И выбор Геретт теперь уже пал на плечи его. То есть он будет нести уже эту ношу. Не в плане того, что это первое в убийстве, сколько людей он убил. Даже лучше, чем этот. Это не самый хороший человек. В том, что всегда есть выборы. Когда говорят, что у меня это сделал из-за кого-то, или меня заставили, принудили, меня давили. Нет, это сделал человек. Это сделал тот человек, который принял выбор, согласиться с кем-то или нет. Позволил себя переубедить. Мила, мила, сударь. И откуда пришел? Смотреть окрестности. У меня есть книги непрочитанные. Почему-то написано, что они непрочитанные. И-за чего-то. Продолжение следует... Сейчас плаваем на ту сторону. А для чего вот эти кораблики отмечены на берегу? Разве не того, что мы переплыли? Из-за множества бурных рек, глубоких океанов и огромных озер, заливающих горные долины, в некоторые места невозможно попасть пешком или верхом, только вплавь или на лодке. Найдите лодки неподалеку от берега и в местах отмечены значком гавани. Будьте осторожны, если лодка налетит на скалы или столкнет с кем-либо другим препятствием, то будет повреждена. Можно пойти к одному. Герет умеет плавать, это не страшно. И на ту сторону. Как далеко? Можете использовать быстрый переход, находясь на лодке, но отправиться вы сможете только туда, куда можно попасть по воде. Для быстрого перехода на лодке откройте карту мира, стоя у румпеля, и вы сможете отправиться в любое место с меткой. О, отлично. Вот сюда, значит. Подождите. То есть мне нужно было просто нажать на лодку и как с помощью перекрестка переместиться на другую лодку. А сейчас я уже не могу этого сделать. Так что ли? Так. Ну ладно. Не так далеко и плыть. Ваша лодка повреждена. Если повреждения будет слишком много, она утонет. А как я должна была перепарковать ее? Ты жди меня, мама. Хорошего тролля. На службу призвал вас родовец. Если бы это был Ламберт, он бы не церемонился, а сразу бы его бил. Большой и красивый служить корою принес отец. Какая прекрасная песенка. Большой и красивый. Служить корою принес отец. Пока он там не видит алкогес в наш карман уйдет. Ладно, тролли это наша стихия. Мы профессиональный переводчик языка тролля. Умеем вести с ним переговоры. Так что, я думаю, что это как раз задание для нас. Эй, ты, Люд, здесь Риданская армия стоит. Прохода нет. Не будешь продать лодки. И где вы, Риданская армия? Так ведь, я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Родоведа. И мне приказ. Защищать лодки. Хех. Дрянет они лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок. И теперь лодки защищают лодки. Кто завербовал тебя в армию? Кто завербовал тебя в Риданскую армию? Никакой вербы не было. А были солдаты. Сотник говорит. Охранять лодки. А то их крестьяне могут украсть. Потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так. Конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел. А солдаты пили. И пили так, что ух. Я слушал. Но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду. Крестьяне в крик. Солдаты в крик. И я совсем не сильно. Они лежат. Замахнулся. Они все померли. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал. Не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я их съел. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищей чуть жалко. А провизия хорошо. Сел солдат, теперь это опасен. Понимаю войны и свои законы. С ним можно договориться? Интересно. Во второй части можно было договориться с троллем. Не думаю, что тот тролль прям такой оленький цветочек. Того украли. Точнее убили жену. Он пил, бухал. Несчастный. И не охранял мост. Убить его. А какой диалог следует за этим? Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. Зачем нам ему помогать? Краску ему давать. Я думала, ты будешь с ним договариваться, чтобы он больше этого не делал. Чтобы он больше этого не делал. Да, это осложняет дело. А людь умеет рисовать? Мне никто не приказывает. Пусть умеет. С чего ты мне приказываешь? Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского. Как на гербе. Он не нарисует. Я могу попробовать. Птица есть? Красивый. 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 Красивый птиц. Ты так думаешь? Ну что ж, если тебе нравится. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Блин, он охраняет здесь лодки, но крестьяне пришли забрать свои лодки. Какие-то неправильное задание. Почему ты с ними заключил договор, Геральт? Он ведь и другие... Ну, он убил их, а потом сожрал. Дуракское задание. Чуть у меня одни расстройства с этой игрой. Такое настроение хорошее было. Улучшенный чертеж школы Грифона. Осталось... Блин, они не дают развязку какую-то, детали. Вот мы выбрали первое. Это не значит, что я согласна с тем, что он убил крестьян. Я думала, там будет продолжение диалога какого-то. Мне нужно было просто его убить, и все. Но если он интересуется тем, что сделает забор, попасил у нас краску, сказал, что рисовать не умеет, то он идет на диалог. С ним можно было договориться. Это не такой тролль, как другие. Почему после того, как он дал ему краску, Геральту бы не предложить то, что не нужно убивать крестьян больше? Они свои лодки хотели забрать. Каких-то монстров получается защищаю. Конечно, этих крестьян не вернуть. Но меня расстраивают такие квесты. Когда какая-то недосказанность есть.